История о богатом юноше История о богатом юноше История о богатом юноше История о богатом юноше К нему подошел не как к божественному учителю, не как к Богу, но как к человеку Как к земному учителю И вот этой фразой, вот этим ответом Господь продлевает мысль о том, что все доброе, благое, полезное, хорошее может быть только у Бога И у человека это может быть только тогда, когда человек что-то в своей жизни делает или приобретает или отдает ради Бога и для Бога И вот этой фразой Господь говорит, что никто не плакал, кроме только как Бог А когда мы что-то делаем или приобретаем или имеем ради корысти, ради человека, это не доброе, это может быть с этим и нету и не будет благословения Божьего Хорошо, тогда юноша вопрос, что же мне сделать? Что мне сделать? А Господь ему отвечает дальше, что иди и соблюди заповеди И какие Господь ему перечисляет заповеди, все нам известные Здесь и заповеди Моисея, но только Господь перечисляет ему заповеди, которые касаются человека, жизни и взаимоотношения между людьми Он говорил о том, что иди, не прелюбодействуй, не лжесвидетельствуй, не кради, чти родителей твоих А юноша ответил о том, что от юности моей все я это сохранил, все свои заповеди, о чем говорится Тогда Господь говорит, что если ты хочешь быть совершенным, иди, продай имение свое и следуй за Мною И Евангелие говорит о том, что юноша опечаленный отошел Господь знал о том, что этот юноша был очень богат Но проблема не в том, что он был очень богат, этот юноша А проблема в том, что его сердце было привязано к этому земному богатству, благополучию и благоденствию И заповеди он исполнял о том, чтобы не лжесвидетельствовать, не завидовать, не прелюбодействовать Как говорит святитель Феофан Затворник с высоты своей обеспеченности Он не хотел расставаться, он хотел быть и праведным И в то же время самое его сердце было привязано И здесь нет любви к Богу Вот в чем была большая ошибка этого юноши В том, что он может быть и любил людей, но у него не было открытого ответа Его сердце не отвечало на призыв к Господу Господь говорит, что если хочешь быть совершенным, иди, продай имение Твоим И многие долгователи говорят о том, что это не в прямом смысле Нам нужно пойти и раздать все, и остаться ни с чем Но чаще всего Под этим подразумевается то самое драгоценное, чем мы с вами дорожим в этой жизни Чем человек не у всех есть богат У кого-то есть время У кого-то есть действительно какие-то свои любимые вещи, которым мы привязываемся Но самый, допустим, простой пример для нас, дорогие братья и сестры Воскресный или праздничный день Когда мы можем поступить, отдать имение свое Что значит отдать имение свое? У нас есть выбор Остаться дома Поделать домашние дела, как мы это любим обычно делать Или поехать в деревню, на дачу с семьей А есть выбор прийти с семьей в храм Уделить вот это драгоценнейшее время Которое кажется, что да, нам не хватает времени Наши единственные выходные, с которыми мы можем побыть с родными, с близкими, с детьми Вот это и есть наше с вами богатство, которое мы не хотим отдать Не хотим отдать Господу Не хотим отдать ближним прийти в храм Нет, мы говорим, что я в другой раз прийду в храм А сегодня я сделаю так, как я думаю Не отдам своего времени Не отдам своего драгоценного времени Господу и Богу Самый простой яркий пример для нас с вами Чтобы мы понимали, что не всегда нужно отдавать то, что ты имеешь Но сердце должно принадлежать Богу Тогда Господь благословляет нас Дает нам силы, дает нам возможность И быть с близкими, и с детьми Вот о чем свидетельствует этот ответ Это разговор Господа и юноши И апостолы воскликнули вслед, слышим этот разговор Что апостолы? Они сказали, что это невозможно Господи, невозможно человеку исполнить все, о чем ты говоришь и учишь На что Господь ответил, что все то, что невозможно человеку, возможно Богу Возможно Богу И вот праздники, сегодня воскресный день Между праздниками преображения и успения Пресвятой Богороди Вчера мы отдали праздник преображения Но последнее попраздство было И мы с вами говорили праздник преображения о том, что Это и есть смысл жизни человека Преобразиться, преобразовываться Преображать внутреннее свое состояние настроения Как может человек преобразиться только с помощью Божьего Через молитву, через исповедь, через причастие Через благочестивую жизнь и добрые дела ради Христа Вот о чем нам говорит праздник преображения А завтра мы с вами будем прославлять успение Божьей Матери И мы знаем, что во время успения Господь принял душу Своей Матери земной Почему так произошло? Потому что Пресвятая Богородица Образ, опять же, смирения перед Господом Образ жизни с Богом и для Бога А мы говорим, а как же мы тогда живем для ближних и для Бога? А мы вспоминаем послание апостола Иоанна Богослова Который говорит, что если вы говорите, что вы ученики Христовы И не имеете любви между собою То вы лжете Вы не ученики Господа Поэтому прямая наша Такая обязанность христианская А как можем свою любовь к Господу Показать, обозначить, проявить В том числе и через любовь к Нижнему К нашим самым родным и близким То, о чем мы все с вами знаем Поступать с ближним так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой Прощать и быть милосердными И через эти поступки Любить и ближних, и Бога Потому что Господь сказал, что если вы сделаете это Одному из малых сил моих людей То вы это делаете мне И вы свою любовь выражаете ко мне Спаси Господь еще раз за молитвы Дорогие братья и сестры Всем нам в Божьей помощи Благословения Предстательством Пресвятой Богородицы И молитвами Святой Блаженной Матроны Московской мощи, которая находится В нашем храме сегодня И завтра До закрытия храма Мощи Святой Блаженной Матроны Будут находиться Здесь И можно будет к ним приложиться До 20.00 Завтра Доступ к мощам будет открыт